Ну что, друзья, мы в Дагестане, в город Махачкала, и находимся в магазине Кросс 05. Это Руслан, основатель бренда Аджера. И такое сегодня небольшое интервью запишем и позадаем вопросы. Ну что, Руслан? Привет. Аслан Акун, точнее. Как у тебя дела, рассказывай. Все замечательно. Вот после вчерашней покатушки чуть-чуть отходим. Да, да, вчера было очень круто. По морю соточку мы херачили на новом NB300 моторе. Мне он прям зашел, понравился. У-ху-ху! Котка! Давай начнем с Азов. С чего ты начал вообще? Как ты пришел в бизнес? Как ты... Ну, началось все с того, что сначала мы сами увлеклись эндуро, да, сами начали катать, потом как бы решили открыть магазин небольшой. Небольшой магазин, разросся в большой, скажем так. И потихоньку, да, вот мы пришли к тому, что как бы следующим этапом своего развития видели, скажем так, и параллельно переход на австрийскую технику, да, и параллельно уже как бы создание своего бренда. Потому что, получая мотоциклы, мы всегда видели, как сказать, что бы мы хотели в них изменить, улучшить, на наш взгляд, да, так как мы как бы и сами катаем, и как бы видели все эти нюансы. Ну, и всегда как бы есть, что развить, поэтому... А почему именно с фабрики Adjuan? Слушай, ну, этот вопрос, мы последний год, скажем так, мы в течение года изучали все китайские заводы, контактировали со всеми заводами, в принципе, от всех получали предложения, да, там добивались, скажем так, каких-то контактов, чтобы они как бы были для нас открыты. И вот изучив все заводы, мы пришли к тому, что, ну, мы сделали выбор в пользу Adjuan. Ну, как мы увидели, этот завод дает на сегодняшний день наилучшее качество из китайских заводов. Ну, да, я согласен, как по мне, это сейчас самая топовая фабрика в Китае, кто это именно собирает, мотики. И с Adjuan, я так понимаю, работает Zemoto, Husky, и вот именно вы. И все, больше никаких нету брендов. Ну, можно сказать так, да. Мы с тобой, кстати, разговаривали про ввоз в серую мотоцикл из Китая, прям сразу напрямую. Это понятное дело, что там дешевле заплатить китайцам, и они там за доставку, грубо говоря, ты 50-60 тысяч оплатил. Я не буду кривить, я тебе скажу честно, мы изначально как бы рассматривали такой вариант, да. Но изучив это все, да, мы часто слышали от людей там и в тех же объявлениях там серовозов о том, как они работают напрямую с заводами, как там они все это поставляют. Но изучив, мы как бы поняли, что это не так, что все это происходит немножко по-другому. Сейчас не буду поддаваться в подробности. Но только официальный дистрибьютор может предложить лучшую цену, лучшую комплектацию, скажем так, лучшие условия для потребителя. Все эти сервис-хемы, они имеют очень много подводных камней, ну, с которыми каждый день, скажем так, потребители сталкиваются и будут еще сталкиваться. Ну, я так понимаю, вы хотя бы как-то можете влиять, например, на фабрику, чтобы они там собрали более лучше, правильно. А если в серовоз, скорее всего, там, или так не работает? Скажем так, давай в двух словах. Серовоз – это мотоциклы, купленные на китайском рынке, сделанные для внутрикитайского рынка. И они, как правило, китайцы конкурируют между собой, стараются снизить цену. И даже у топовых фабрик мотоциклы, сделанные для внутреннего рынка, они всегда бывают самые максимально упрощенные, удешевленные, чтобы конкурировать в цене. И ту цену, которую привлекательного предлагают здесь, допустим, мотоциклы, привезенные в серую, она именно за счет удешевления именно выходной цены завода получается. Поэтому мы же, в свою очередь, мы, наоборот, этот мотоцикл стараемся довести, скажем так, до такого уровня, чтобы на нем можно было реально ездить в хард. Вообще, мне кажется, дагестанцы – это, наверное, первые ребята, кто начали китайские мотоциклы прямо в таком жестком харде использовать. Я вчера видел тест-драйв, это, конечно… Вроде все целы. Ой, вот это тест-драйв. Все равно, как бы, изначально они предназначаются для таких более лайтовых покатушек, да. Ну, вот… Как по мне, вот такой тест-драйв надо устраивать всем, именно в горах. Не как у нас, я повторюсь, еще говорил ранее, как у нас привозят на гонку какую-то местную, ставят мотики, и люди просто по полю так катаются. Это для них тест-драйв. Мы, кстати, проходили через это, к нам приезжала одна компания, устраивали тест-драйв, мы приехали там на локацию, и там они там ленточки, короче, разбивают на площадке. А что, правильно? А мы говорим, да, типа, этот… Потом первые же, кто-то сели на мотоцик, ребята, начали залетать в горы, и, короче, они поняли, что ленточки не нужны, как бы, да. Как купить у вас мотоцикл? Можно напрямую здесь собранный, или можно заказать в коробке, чтобы он пришел? Насчет покупки, да, мотоцикл можно купить непосредственно у нас в салоне в городе Махачкале. Также можно на нашем сайте ajero-moto.ru оставить заявку, с вами свяжутся и, как бы, предложат все модели, разъяснят, отправят транспортной компании. Либо мы также сейчас расширяем дилерскую сеть, уже у нас есть дилеры, ну, в Москве. Сейчас по городам, как бы, уже подсоединяем магазины. И, я думаю, во всех крупных городах в ближайшее время вы сможете обратиться в салон в вашем городе и приобрести наш мотоцикл. В общем, вы пока еще так на пути развития, чтобы развиться и захватить всю Россию? Ну, не то, что захватить, скорее, помочь людям, чтобы они имели возможность приобрести хороший, качественный мотоцикл по приемлемой цене. С этим согласен. Вчерашний тест-драйв показал. А с гарантией, что человек вас купил, сколько она длится? Насчет гарантии, в принципе, стандартные условия, да, 3 месяца гарантия на заводской брак. И плюс, кроме именно гарантийных случаев, тоже очень такая важная история, с которой мы тоже, как магазин розничный, сталкивались. Все мотоциклы, которые представлены в нашей линейке, они полностью обеспечены запчастями в наличии. То есть, даже если это не гарантийный случай, да, если произошла просто там банальная поломка, вы всегда можете приобрести запчасть и подчинить свой мотоцикл в кратчайшие сроки. Там либо у нас в сервисе, либо сами, там, ну это уже так. А гарантия на что распространяется? Ну, на двигатель? А там как-то по моточасам, либо 3 месяца, либо там, наверное, сколько, 30 моточасов или как? Нет, 3 месяца просто у нас. А, прям 3 месяца? Нормально, нормально. Ну, как правило, заводской брак, да, ну, мы все понимаем, да, что гарантия подразумевает собой не физические там воздействия, да, а именно заводской брак. Ну, практика показывает, что заводской брак, он выходит, если он есть в первую неделю эксплуатации, все, что выходит после, это, ну, это уже как бы... Ну, в принципе, движки, они уже давно проверены, поэтому, я думаю, навряд ли что-то с ними будет. Ну, насколько я знаю, вы занимаетесь не только брендом Аджерой, но китайцами, вы еще торгуете КТМ и Хускварнами? Да, совершенно верно, мы также торгуем, скажем так, большой австрийской тройкой, КТМ, ГАЗ, ГАЗ, Хускварнам. Сейчас, кстати, у нас ожидается поступление к концу марта. Я смотрю, распродали, да, один единственный остался в Хускварнам? Да, в Хускварнам осталось, да, да. Ну, к концу марта все модели будут в наличии, ну, много что предварительно уже забронировано, так что, если кому интересно, обращайтесь, пожалуйста, в магазин. Какой большой спрос у вас так их раскупает быстро? Ну, скажем так, спрос на них большой не только с нашего региона, да, в основном это, как бы, ну, со всей России обращаются и, как бы... Так что задумайтесь, кто не хочет китайца и пишет в комментариях всякие гадости про них, можно купить австрийцев. А, еще что хотел обратить внимание, что на Аджире Джокер СС стоит подножка алюминиевая вот эта вот новая СКТМа, такая же стоит на Хускварне. У нас Серега на прицепе везли, его оригинальная подножка сломалась. Сколько он сказал она? 12, по-моему, да, стоит? Что-то около того оригинального. А это сколько стоит? 3 500. Вот, разница имеет. Он купил ее, поставил. Да, вернемся. Так, нашему, вот, почему выбрали Эджи Ван, вот, из всех китайских фабрик, вот, ну, насколько мы увидели, опять-таки, не хотим никого-то там обидеть, ну, это завод, который максимально стремится приблизить свою технику, вот, именно, вот, к австрийской технике, и они очень, скажем так, кропотливо, каждую деталь, там, если видел, там, вот, уже ездил на Джере нашей, там, даже, вот, пульт от КТМа стоит, все, то есть, каждая, вот, очень много таких небольших плюшек, да, которые именно с КТМ они перетянули туда, в том числе и ножка, да, кстати, это, и много очень запчастей, которые подходят на КТМ, те же, там, подножки, там. Мне нравится, да, что они именно модернизируют свои мотики, улучшают все качество с каждым разом. Провоз в серую, насколько я знаю, вот, например, Авантис, это тот же Кевс, Кевс можно, например, завести в серую, а вот с фабрики Эджи Ван возможно это сделать или нет? Ну, смотри, вот, сам завод Эджи Ван, да, помимо того, что у них, там, сама продукция качественная, у них, скажем так, у них же владелец, там, да, вот... Армянин, по-моему, да? Армянин, но он гражданин США, у него ментально, да, он чуть сформирован. Вот у них сам менеджмент более европейский, то есть, да, вот почему, то есть, с ними чуть... Мы тоже, одна из причин, почему мы сделали выбор в их пользу, и они, скажем так, борются с этим, да, они понимают, что дистрибьюторы – это правильный путь развития, да, и тем... Вот были случаи, когда, скажем так, Эджи Ван техника просачивалась в Россию, именно та, которая для внутренне китайского рынка, но они сами включались в эту работу. Насколько я знаю, насколько я знаю, тех китайских дилеров, которые переправляли технику в Россию, там, их, по-моему, там, кого-то лишали, дилерство китайского, там, с кем-то проводили какие-то работы, сейчас у них, по-моему, штрафы даже какие-то для местного рынка. Это отлично. И плюс, как я уже говорил, ну, та техника, которая проходила в Россию, вот именно как Эджи Ван, да, брендом, ну, это для внутреннего рынка более, скажем так, простой комплектации, там, более дешевая подвеска, там, еще какие-то комплектующие. Но в то же время я не хочу там что-то плохое искать, даже в том виде это отличный мотоцикл, который, ну, один из лучших. А по твоему мнению, какой вот у вас флагман из вашей линейки? Давай так пробежимся по всей линейке, то есть у нас есть короткоразмерная модель, Аджера Туба для начинающих, кстати, Туба – это благотворительная площадка, которую создал наш парень, Загестанин. В честь этого и название, да? Да, мы как бы сделали такую небольшую коллаборацию с ними, и от каждого проданного мотоцикла часть средств будет перечисляться в эту площадку. То есть покупая мотоцикл Аджера Туба, вы поддерживаете благотворительность и вносите свой вклад, скажем так. Поэтому молодцы, молодцы. Также уже дальше у нас идут полноразмерные модели, есть модель Аджера Сагай, она тоже идет в двух комплектациях, она идет на четырехклапанном моторе CB300RL, это новый мотор очень как бы… Бешеный двигатель. Потом Аджера Джокер идет на моторе 174NB, также идет в двух комплектациях, и Аджера Самурай, он идет на 177-м моторе с 84-м поручшем. Скоро вот придут. Да, ожидается после мотовесны как раз поступления. Ну, я думаю, как раз пока выйдет это видео, уже, наверное, будут в продаже. Насчет того, какой из них является флагманом, ну, здесь, конечно, у каждого свои предпочтения. Для меня, например, по моим ощущениям, вот Аджера Джокер, который идет на 74NB двигателе, он оптимален именно для эндуро, именно для того, как мы катаемся у нас в горах. Ну, для эндуро, мне кажется, это лучший вариант на сегодня, потому что он уже относительно своего, скажем так, предшественника, там, обычного 74-го мотора, он получил намного, там, и низа лучше, и верха появились уже хорошие, и он ничем не уступает, в принципе, 77-му мотору. Ну, единственное, конечно, кто там совсем хард ездит, можно поменять сцепление на усиленное, и все, и забыть эту проблему, да. Ну, если для ваших условий он создан, ты говоришь, он подходит для гор, поэтому для остальных, мне кажется, 100%. Ну, допустим, вот, опять-таки, мое мнение, кто больше катается в кантри-кроссе, то, возможно, ну, лучше, там, 177-й мотор все-таки лучше. А я не согласен с тобой, полностью не согласен, потому что у меня Buster на 177-м, и я вчера протестил, мне этот двигатель больше нравится. У него есть низа, и есть потенциал на верхах. То есть, едешь, вот, вчера больше сотки ехал по пляжу, и он раскрывается еще дальше, мне уже дальше страшно просто ехать. И я очень хочу вот на нем проехать кантри-кросс-гонку. Кстати, чтобы тебе не было страшно ехать, надо пить гориллу. Гороче, я очень хочу прокатиться вот на нем в гонке. Прям бешено летит. Ну, скоро мы тебя увидим, наверное. А вот этот вот 175-й, который с четыреххлапан, вообще, я просто в шоке с него, потому что я на дыбы, вот, на первой передаче, без сцепления, просто газ открываешь, и он встает на дыбы. Ну, он вчера всех удивил, согласен, все были удивлены, потому что все видят воздушку и ожидают что-то похожего, там, ну, на 172-й мотор. А в итоге получают ощущение, которые, ну, еще ни один воздушный двигатель не давал такой мощности, не давал такого подрыва, и, скажем так. Вообще удивлен, как они сделали такой двигатель. У вас сервис еще есть, помимо продаж мотоциклов? Прямо здесь это находится. Я считаю, магазин без сервиса вот просто никак не может существовать, потому что задача, как бы, не только продать человеку товар, но и сопровождать его в дальнейшем, его эксплуатации. У нас в сервисе, да, сервис занимается, там, ну, конечно, там, предпродажной подготовкой мотоцикла и дальнейшим обслуживанием, ремонтом любого уровня сложности. Ну что, наверное, подведем итог. Хочу сказать тебе большое спасибо, что пригласили на тест-драйв. Тест-драйв был офигенный. Это первый такой тест-драйв мой, самый крутой в горах, в горке. Особенно ваши затяжные горки меня просто порадовали, я не знаю. Мы-то уезжаем с Валерой, а парни еще будут катать, поэтому я завидую им белой завистью. Спасибо большое, что позвал нас в Дагестан, что приютил. Мы отдохнули здесь, кайф. У вас очень красиво, вкусно, чуду просто, муа. Я не знаю, надо, мне кажется, та прям кастрюлю брать с собой, забирать все. Ну, друзья, переходите по ссылке в описании, кто заинтересовался маркой Аджера и не только имя. Например, кто-то не хочет китайцев, кто-то хочет ездить на КТМ, Хоскварне, там, что у нас, Газгаз еще, ты говорил, есть. Все ссылки я оставлю в описании. Туры, да, вот, тоже делайте туры. Сейчас планируем, да, сейчас, у нас, получается, сейчас будет месяц по-старому, а, Дан, после поста у нас уже будет, как бы, смены, и на сайте будет график, да, и можете связаться. Да, я думаю, у народа много кто заинтересуется и захочет приехать сюда. Обязательно, это 100% надо посетить Дагестан. Это прям, я желаю каждому покататься в горах. Это нереально просто красиво как. Ну, все, друзья, спасибо вам большое. Вот такое у нас небольшое интервью было с Русланом. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях ваше мнение и хотели бы посетить Дагестан или нет. Всем пока.